Здравствуйте, добрый день, меня зовут Мирей. Давайте тогда начнем. Надеюсь, вам понравится наша презентация. Дайте знать, если меня не будет слышно, либо будут какие-то неполадки. И обратную связь, потому что я вас не вижу и не слышу. Так, давайте начнем. Это наш отель Leroy Meridi. Получается, он расположен в самом центре Абу-Даби. Вот на фотографиях. Это два здания у нас. Один, получается, королевское здание. Все, ок, спасибо. Одно здание – это королевское здание, которое пониже, 7 этажей. Второе – это здание Deluxe. Получается, 26 этажей. Сам отель очень хорошее расположение в центре города. Сейчас я покажу по карте. Вот эта отметка, получается, наш отель. Он близко расположен к пляжу Корниш, общественный пляж. И также очень близко расположен, минут 10, к Марине Мол. И хотелось бы отметить то, что у нас есть бас, шаттлбас. Ездит каждый день с утра, три раза с утра в Марину Мол, на пляж Корниш. И Касар Аль-Ватан, получается, президентское здание. Если будут вопросы, можете задавать. Добрый день, коллеги. И еще хотелось бы отметить, что отель расположен недалеко от аэропорта, минут 40, 35-40. И в целом все главные достопримечательности недалеко от отеля. До Лувра можно доехать за 10 минут. И есть еще у нас договоренность Мирал Дестинейшн, получается, есть шаттлбас. 12 дня каждый день едет Виас Айланд. Я читаю ваши сообщения. Своего пляжа нет, но есть общественный пляж. Он недалеко, минут 5 езды. И у нас есть каждый день автобус, который едет на пляж. Общественный пляж очень чистый, хороший. Я сама там была, так что с этим никаких проблем не должно быть. А, да, Виас, бесплатный шаттл. Каждый день в 12 дня едет. Давайте следующий слайд. Вот, давайте расскажу про наш лаунж. Он расположен на первом этаже. Вот этот рисунок, который, скульптура здесь, это наш лобби. И второй рисунок здесь наш лаунж. У нас система, получается, от членства Мариот. Те, у кого есть членство, у них будет доступ к нашему лаунжу. Он расположен на первом этаже. Он каждый день с утра до ночи работает. Там снеки, закуски, есть хэппи-ауэр. Алкоголь подается безлимитно, получается. На пляж едет три раза в день, в 10, 11, 12. Но по ситуации время может меняться, по сезону. На данный момент три раза в день, в 10, 11, 12. Вот лаунж можете по рисунку посмотреть. Потом следующее. Это наши номера. Первый рисунок – это Deluxe. Дизайн у них разный. Здесь, как я сказала, 26 этажей. Второй рисунок – здесь 7 этажей. В целом, у большинства номеров есть гарантированный вид на пляж, на море. И дизайны. Вот Royal Королевская бачня тут более классический и минималистичный. А Deluxe – это как в голубом цвете отражает залив, Персидский залив. Общественный пляж – это Корниш, недалеко от нашего отеля. Называется Корниш. И минут 10 где-то на автобусе. У нас есть шаттл три раза в день. Он, пляж, расположен недалеко от отеля. И едет автобус каждый день. Если вопросы есть, можете писать, я вас читаю. А то я уже перешла на номера. По пляжу, если вопросы есть, можете задавать. Пляж общественный. Он стоил 10 дирхам, получается, за вход. Чистый, аккуратный, хороший пляж. Питание у нас зависит от бронирования. У нас не все включено. Есть 9 ресторанов. Я могу про рестораны сейчас чуть попозже рассказать. В целом, когда гости приезжают через турагентство, они в основном берут на базе завтрака либо завтрак и ужин. Есть буфет. Давайте сейчас расскажу, покажу рисунки, фото наших ресторанов. Насчет депозита немножко не поняла. What kind of deposit you're asking? We don't do because from the traveling. Like, you know, for the money, whenever, let's say, they will check in, right? So sometimes we're taking the deposit. А, депозит. Депозит по желанию гостя. Если гость хочет оставить депозит, мы берем. Если нет, то просто в систему мы закрываем доступ, чтобы гости могли платить напрямую, где они будут. Например, если они будут заказывать сервис в комнату, питание в комнату, то они должны будут оплатить в тот же день. Если они оставляют депозит, то они могут как бы безограничное количество заказывать. И мы просто делаем, постим это на номер. Без депозита можно и с депозитом можно. По желанию гостя. И давайте вот по слайду тоже расскажу. У нас есть один банкетный бальный зал и восемь митинг-румов, митинг-комнат. Все они с дневным светом, без колонн, и вмещаемость 300 человек. Если будет интересно, вот на рисунке, на фото можете посмотреть тоже. И почти у всех митинг-комнат вид на море и панорамные окна. Вот этот кафе «Пальмир» – это у нас получается главный ресторан, буфет, кухня, интернациональная кухня. Он открыт на завтрак, обед и ужин. В основном через турагентство у нас гости бронируют на базе завтрака, как я говорила, либо завтрак и ужин. И ужин можно менять. Если они не хотят ужинать, можно обедать в буфете. Три раза в неделю у нас есть тематические вечера, индийская кухня, арабская кухня и азиатская кухня. Если вопросы есть, можете задавать. В целом у нас в отеле 9 ресторанов, включая клуб на четвертом этаже. И здесь итальянский ресторан на фото. Он открыт на обед и ужин с 12 дня. Есть кофе-шоп. Он расположен в центре отеля. Больше идет как бизнес-центр. Там в основном люди сидят, работают с ноутбуками и так далее. Здесь еще и показан ресторан Market Kitchen. Он в 23-м году взял звание Мишленовский ресторан. Средний чек. Вообще в целом у нас завтрак, если покупать отдельно, стоит 70 дирхам. 75 дирхам на ресепшне, в самом ресторане 100 дирхам. Можно оплачивать каждый день по желанию, либо общий счет оплатить на ресепшне. Ужин также стоит 70 дирхам. Ужин-обед 70 дирхам за один прием получается, а на завтрак это 75 дирхам. А в остальных ресторанах, которые не буфет, а-ля карт рестораны, средний чек, где-то 300 дирхам будет. Но самый выгодный вариант – это, наверное, все-таки буфет. И шведский стол. Вот здесь на фото Market Kitchen. Он американская кухня. Есть итальянская кухня. И вот PJ Bar – это ирландский бар. Он расположен рядом с бассейном. Там всегда по четвергам, пятницам и субботам «Живая музыка». Бассейн у нас открыт с 7 утра до 9 вечера. И еще хотелось бы рассказать, что у нас сейчас все аминитис, вот эти спортзал, бассейн. Мы отремонтировали бассейн недавно. Он как новый. И сейчас ремонт идет в спортзале и в спа. Они будут уже открыты к концу сентября, должны быть. И тоже как новые будут. И у нас есть вот Stratos ресторан на 26 этаже. Он единственный ресторан в Абу-Даби. Он крутится, крутящийся ресторан. Больше идет как стейк и бар. Больше подается как мясо, стейки. С видом на закате очень красиво. Он расположен на 26 этаже, самый высокий этаж нашего отеля. Если есть вопросы, задавайте, коллеги. И вот это основные достопримечательности Абу-Даби. Они практически все расположены очень близко к отелю, так как сам отель находится в центре, как я говорила. И Лувр вот минут 10. Яс-Айленд у нас есть автобус. Каждый день 12 минут, где-то 20 едет. И Корниш вот на фото тоже пляж, променад. У нас всего номеров 278. 71 номеров это в Королевском здании. Остальные 271, они в здании Делюкс. Номеров 278. И хотелось бы также отметить насчет номеров в здании. В Королевском здании у нас 68 номеров. Размещает, получается, двухспальная кровать. Их можно менять как на одну спальную кровать. Можно сделать и можно использовать как двухспальню. И практически все номера, вот полностью башня Делюкс, все номера практически смотрят на море, с видом на море. Еще вопросы будут. Слайд почти закончился или уже закончился? Вот на фото. Кстати, к мечети Гранд-Моск тоже он недалеко расположен. Минут 20, минут 15-20 езды. В целом все. Если будут вопросы, задавайте обратную связь, если есть. Размещение детей в целом... Размещение, имеете в виду, в номере или как? В основном, когда гости приезжают с семьями, с детьми, мы предоставляем дополнительную кровать, либо для младенцев тоже кроватку. В крутящийся ресторан можно, да, в любое время, даже если вы не проживаете у нас в отеле, можно посещать. Очень приветствуем. Называется Stratus на 26 этаже. Называется Stratus, и вот в Абу-Даби он единственный. Сейчас я включу видео. This is video. Сейчас я попробую включить видео, минуту. И я как представитель тоже во фронт-офисе, на ресепшне много тоже помогаю. И хотелось бы отметить, что мы очень много делаем апгрейд номеров. В этом плане мы очень так практичны и пытаемся, всегда стараемся, чтобы гостю дать больше, чем они, например, бронировали. Если они забронировали номер, который у нас в углу есть номера, они подешевле будут. Мы стараемся им давать всегда с видом на море. Во все рестораны в отеле можно посещать, даже если вы не проживаете в отеле. Сюда и в щелкоток. Я пыталась включить видео, но он не включается, извиняюсь. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Wi-Fi у нас работает очень хорошо. С Wi-Fi никогда не было проблем, потому что я сама много хожу в лобби, общаясь с гостями. Именно с Wi-Fi вообще не было проблем. Очень хорошо работает. Есть отдельный Wi-Fi. Общий Wi-Fi есть в лобби. А те, кто заселяются, у них уже в номере отдельный Wi-Fi. Горы, к сожалению, нет. Есть один бассейн. Он в центре отеля, между двумя зданиями, получается, и открыт целый день с 6 утра до 9 вечера. Его недавно отремонтировали, обновили в хорошем состоянии. А вот эти горки, это у нас в Яс-Айланд. Это уже другое место. Остров Яс. Это просто мы здесь сделали слайд по главным местам в Абу-Даби. Остров Яс. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Я вроде все быстро рассказала. По ресторанам, может быть, по питанию, по номерам. Ваш контакт, имейте в виду... Типа питания, имеете в виду... Они могут забронировать на базе завтрака либо half-bord, это получается завтрак с ужином, либо можно сразу и обед, завтрак, ужин, все вместе брать. Если брать завтрак и ужин, ужин можно менять на обед, если гость захочет. Я могу дать... Давайте сейчас запишу здесь имейл адрес и номер телефона. Я вот написала и номер, и имейл. Можете связываться в любое время. Вроде бы все, да, коллеги? Или у вас есть какие-то вопросы, может, я что-то пропустила. Вроде по слайду все рассказала. Или вы можете мне тоже рассказать, что ваши клиенты, либо гости, их пожелания. Да, есть, но не так много относительно процентов 10 из 100, русскоговорящие. Ну, я сама буду всем гостям помогать, подсказывать. У нас из всех сотрудников, по-моему, только 3 русскоговорящих. Конечно, без проблем. Можете вот писать по номеру, либо по адресу, который указан. В любое время все покажем, расскажем. Все рестораны. Вообще без проблем с этим. В любое время. А вы планируете приезжать в Абу-Даби или вы уже здесь? Хорошо, конечно, приезжайте. Все подскажем, расскажем. Что-нибудь еще рассказать. По ресторанам вроде рассказала, по спортзалу. У нас четвертый этаж, кстати, тоже сейчас ремонт делается. Будет обновленный вариант спортзала и спа. Полностью четвертый этаж. Будет новый все. Все новое. Депозита нет. Депозит – это по желанию гостя. Если гость хочет оставить депозит, мы берем депозит, и он может использовать, получается, все дополнительные расходы. Будем начислять на номер, на номер комнаты. И во время выезда он будет оплачивать. Если гость не хочет оставлять никакой депозит, то он просто уже, например, номер оплачен, просто заезжает, и все. Обязательного депозита нет. До Яс, острова, где-то 75-80 рахам. Ну, у нас есть автобус, который едет каждый день, 12. Но если гость хочет в другое время, то такси будет стоить где-то 70 рахам. 20 евро. Да, евро 20 где-то евро. Если будете в Абу-Даби, обязательно приходите, покажем все, расскажем. С острова, да. Там по времени по-разному. С острова Яс до отеля обратно. Там надо бы уточнять уже на месте. Должен быть офис для клиентов. Такси до аэропорта Абу-Даби или Дубай? Если Абу-Даби, то он будет стоить где-то тоже в районе 100 дирхам. Если Абу-Даби. Если Дубай, то уже в районе 300 дирхам. Получается, до аэропорта Абу-Даби в районе 100, 70-100, до Дубая 300. Это где-то, я приблизительно говорю, но обычно это 75 в районе. Но зависит от трафика тоже, от сезона. В целом, в Абу-Даби такси не такое дорогое, как в Дубае. Мне кажется, 100 дирхам это еще нормально до аэропорта. Я просто сама и в Дубае жила, поэтому я сравнительно... Я точно могу сказать, что в Абу-Даби такси не такое дорогое. Для гостей бонусов нету таких... для острова Яс, только вот автобус, который едет туда и обратно. Пожалуйста, пожалуйста. По отелю... Может, какие-то вопросы, может, слайд еще раз показать, если хотите. Фото. Кстати, живая музыка у нас есть тоже почти во всех ресторанах. Как я говорила, вот PJ, он ирландский бар. Там три дня в неделю живая музыка. В Амальфе у нас ресторан итальянский. Тоже открыт он на обед и ужин. Там тоже в обед с часу до трех. Живая музыка, певица есть. И в Стратусе тоже живая музыка по субботам. В Амальфе у нас есть. Мы можем отправить вам на почту. Если вы напишите, я здесь напишу ваши имейлы. Запишу, то есть, и отправлю. There's no, like, general link that they can... All of them, they can... The promotion you mean? For the... just for the hotel. Okay. So, we can just... Заскриню тогда и вам отправлю. Хорошо, я... Те, кто... Все, кто указали ваши почты, мы отправим вам. И если будут какие-то дополнительные вопросы, тоже можете писать по номеру, который вам указали. Вот, почта и номер. Все, написали вам. Maybe they can forward them to their... They are just asking... All the information that we just gave now. They want to get to some of you. So, I'm just offering them... To write their email. так что вы можете отправить в млрд Спасибо за ваши имейлы. Мы обязательно запишем, отправим, все-все. И если будут вопросы, конечно же, можете написать тоже. Can I forward it here? Is it possible? Сейчас попробую отправить один файл, если получится общий, чтобы все видели. Ой, чтобы все получили. Сейчас, минуту, я пытаюсь отправить вам слуку. Тендерис. Тендерис. Можете вот этот файл проверить, открывается, не открывается. Сейчас я на всякий случай ваши имейлы и почтовые адресы тоже за скриню и повторно можем без проблем тоже отправить еще раз. Кстати, у нас тоже есть, кроме официального такси, такси есть от отеля. Но он чуть подороже будет, но для безопасности, если вдруг там кто-то с детьми и не хочет, хочет забронировать такси с отеля. У нас тоже есть такси, которое предоставляется отелем. Но он как бы тоже платный и чуть дороже общественного такси. И в аэропорт Дубай можем отвезти, и в аэропорт Абудаби. Как вам в целом впечатление, чего хотелось бы добавить? Есть пожелания, возможно. Просто хотелось бы отметить то, что у нас нету зоны для детей. Мы пока над этим, наша компания думает. Обычно же в отелях своя маленькая зона для детей у нас такого пока нет. Но мы сейчас тоже думаем. У нас, честно, со всех стран, с разных очень. И европейцы, и Индия, и СНГ очень мало, не так много. В основном это Европа, Индия, и те, кто проживают в самом Абудаби или Бадубае, они тоже заезжают часто на 3-4 дня по работе, по бизнесу. И, кстати, наверное, процентов 40 у нас те, кто уже здесь живут, работают, они остаются вот на 3-4-5 дней. В основном вот деловые люди, у которых работа, бизнес. Они прямо со всего мира. Но русскоговорящих очень мало. Именно гостей не так много. Если есть еще вопросы, либо обратная связь, можете тоже писать. Если никаких вопросов нет, либо предложений, то, наверное, можем завершать или можете написать что-нибудь, подскажем. Пожалуйста, обращайтесь. Если даже будете здесь, то все покажем. Абудаби. Вы вот этот файл, который я отправила, смогли посмотреть, скачать? Если нет, то отправим повторно на ваш почтовый адрес. Если все понятно, наверное, уже будем завершать, да? Туристический автобус, да, у нас есть. Он автобус три раза с утра в обед, 10, 11, 12. Он едет на пляж, на Марину Мол. Касар-Аль-Ватан, это президентский замок, да, можно сказать. И есть автобус отдельно в остров Яс. Спасибо. Спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, плюс, если все, можем завершать. Пожалуйста, обращайтесь. Здесь можете посмотреть вот этот слайд, который мы отправили. Если он не отправляется, мы... Если не открывается, мы отправили вот вам наш e-mail и номер телефона. Можете обращаться по этому номеру, либо по адресу. Все, тогда спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания.